Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Присаживайтесь. Благодарю. Вот тоже, видите, у неё очень тяжёлое испытание. Вы сейчас узнаете об этом. Но она держится хорошо, потому что она правильно всё делает. Благодарю вас. Добро пожаловать. Очень рада вас видеть. До рождения ребёнка слушала ваши лекции, работала над собой. Но потом, конечно, заносила. Ну, вам некогда. Вы же с ребёнком занимались. Вам тяжело было? Вопрос следующий. Как выстроить правильные отношения с отцом моей дочери? Ей год и четыре месяца. Это бывший сажитель. То есть я знаю, что вы не принимаете понятие гражданский брак. Почему не принимаю? Я принимаю. Я говорю о том, что это недоразвитый брак. Ну, то есть люди строят недоразвитые отношения. Ну, можно так сказать. Ну, то есть люди хорошие, но они просто не понимают, как правильно создавать семью. И поэтому, видите, результат уже не знает, что с этим теперь делать. Это закономерный исход. Это закономерный исход таких отношений. Поэтому такие отношения строить не надо. Надо изучать, как правильно жить вместе. Чтобы потом всё крепко было и хорошо. Надо изучать это. Ну, у нас как-то не выходит жить вместе, потому что у него есть ещё один ребёнок. И разница с моей дочерью месяц. Но и там он как бы не живёт нормально. А вот что делать вообще? Был ли это мой человек? Может, это до сих пор мой человек? Как относиться? Не, да, не ваш человек. Это просто, знаете, так, это между делом так ребёнка родили. Так просто вот так человек слетел с ним раз, вы с ним ребёнка родили, и он улетел опять. Всё. То есть, будет ли на моей улице тоже праздник? Вы, друзья, замуж? Ну, я, короче, даже не поняла, что я с вами шучу. Я знаю, что если он был дан, значит, нужно было работать, сохранить отношения. Почему было? Почему нужно было? Вот поэтому и вопрос. Мне как-то дальше работают. Вот сейчас вам дам ответ. Вот запомните, вы имеете дело с своей судьбой просто. Вот не с человеком каким-то, а с своей судьбой. И по вашей судьбе вы не глубоко понимаете, как строить отношения с мужчиной. Потому что, если бы вы понимали, вы бы никогда не допустили таких отношений. Вы их допустили, значит, нет знаний внутри. Первое, нужно изучать, как правильно жить, очень серьёзно. И вы это делаете, продолжайте. Вот, следующий момент. Это понять, как действует судьба в целом. Вот судьба даёт человека, он дан по судьбе. Если вы стараетесь этого человека вернуть в свою жизнь, я понимаю, кого вы возвращаете в свою жизнь. Он понимает, что это как бы проблема, потому что человек не понимает, что такое совесть, что такое верность. Вообще не понимает этих вещей. Но всё равно вам надо его пытаться вернуть в свою жизнь, но при этом ставить условия, как вы будете жить. Молиться за это, чтобы он вернулся, ставить условия, общаться с ним. И дальше смотреть. На что смотреть? На то, насколько вы отработали свою судьбу. Первая стадия – спокойствие. Вы чувствуете, что у меня в жизни всё будет хорошо. Почему? Потому что я пытаюсь вернуть человека, пытаюсь его обучить, пытаюсь сделать его правильным. Вторая стадия – влияние. То есть вы сильно влияете на человека, чувствуете, что он уже очень близок к вам, он уже заботится о своём ребёнке, там уже совесть у него в сердце пошла проявляться. И третья стадия дальше. Он или возвращается, или Бог вам даёт лучшее. Я хочу лучше. Я хочу читать лекцию так, чтобы вот не было этой ямы концертной. И что? И что? Я имею в виду, что… А я имею в виду, что это глупо так мыслить, потому что мы должны просто побеждать свою судьбу. А что из этого получится, мы не знаем. Например, вы побеждаете судьбу, и этот человек становится лучше. Поднимите руку у кого, кто работал над собой, и ваш близкий человек стал таким, что вы не ожидали. Вот смотрите, вон, лез рук. Вон, смотрите. Он стал лучше. Этот человек тоже добрый такой человек. Ну, то есть он добрый человек по природе. Он трудолюбивый человек. У него есть много хороших качеств. Просто он туповатый в отношениях. Он не понимает, что такое верность там, допустим. Но это можно изменить, если вы работаете над собой, над ним. Я говорю сейчас о другом. Вы меня не слышите. Я вам объясняю, что человек тут ни при чём. Просто, когда человек хочет себе личного счастья, то если есть кто-то, ну, не тот, кто надо, да, то от него, вот, дорога от него не приводит к личному счастью. Приводит только дорога к нему. Потому что это и есть то, что вам Бог дал на испытание. То есть вы просто трудитесь над этим человеком. И в конце труда будет два варианта. Или он станет хорошим, или Бог даст другого. Вот и всё. Но если вы не хотите трудиться над ним, Бог вам ничего не даст. Потому что это и есть ваша судьба. Честно говоря, я бы не хотела его возвращать как мужчину. А вот это означает, что вы будете наказаны. Да. Да? Богом. То есть вы не хотите делать то, что вам положено делать. Вот, честно говоря, я бы не хотел читать лекцию. Всё, я передумал. Вы меня слушать не хотите? Вы меня слушать не хотите все? Всё, я не хочу. И что, я буду наказан просто Богом, и всё. А как же быть ей? У неё тоже ребёнок. Ну, Бог всё решит. Чего вы такая беспокойная? Вы что, умнее Бога, что ли? Вы просто его возвращаете к себе? Может быть, это её мужчина. Может быть. Я буду его возвращать. Ну, Бог всё решит. Вы сейчас его не возвращаете. Вы побеждаете свою судьбу. Вы побеждаете свою судьбу. Она свою. И результат всем понравится. Всё будет хорошо. Просто если вы не будете его возвращать, останетесь одна надолго и будете наказаны сильно Богом. Потому что Бог вам дал то, что вам положено. Вот и возвращайте. Если вы чувствуете, что это не ваш человек, Бог тоже это чувствует. Но вам всё равно придётся его возвращать. И дальше произойдёт два варианта. Или чудо, и он станет таким, что вы удивитесь. Или Бог даст другого. Но если вы не будете его возвращать, вообще ничего не получите. Нет такого, что человек от одного человека должен уходить к другому. Он от одного уходит. От своей судьбы в пустыню. Бог дал человека, надо его возвращать. Если не ваш, Бог знает это. И Он вам даст другого. Но если вы не будете его возвращать, вы уйдёте в пустыню, в одиночество. Вот так же то, что сейчас девушка вот там тоже уехала к маме, она тоже пошла в одиночество. Она не пошла к другому. Она думает, я себе получше найду, такая красивая. Ничего подобного, ничего такого не будет. Это иллюзия. Касания живут в нормальном браке, а вы как бы саживаться и сцениваете. Это означает просто, что она более развита в понимании, что такое брак. Но вы менее развиты. Вот развивайтесь. У меня на плечах два брака официальных. Помимо него. Ну и что? Возвращайтесь в один из трёх, значит. Это означает возвращаться куда-то. Не убегать, а возвращаться. Это значит работать над собой. Понятно. Спасибо. Ничего вам не понятно, но я тоже благодарен, что мы с вами поговорили. Изучайте дальше эту тему. Когда вы всё поймёте, вы будете очень сильно двигаться к победе над судьбой. И в этом нет сомнений. И уверен, что эта тема непонятна не только вам, а многим другим людям также. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok